МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какое все-таки удовольствие сделать что-то своими руками, и чтобы это работало. Ну или если речь идет про макет, выглядело близко к оригиналу. Более 40 изделий были представлены на областной выставке дополнительного образования технической направленности. Ребята со своими наставниками участвовали в конкурсе, и победители были приглашены в Одинцово представить вживую свои работы. Здесь же педагоги, которые работают в школах, Дворцах культуры и детского творчества, собрались за круглым столом, чтобы обсудить, чем живет сейчас дополнительное образование. Говорили о вещах конкретных, например, что надо уточнить условия конкурса и не сравнивать между собой стендовые и летающие авиамодели. Затрагивали и более глобальные темы. Школьники не умеют пользоваться линейками, читать чертежи. Хотелось бы шире использовать современные технологии и материалы, но все это очень дорого. Девятилетняя Маша раскраснилась от гордости за свою модель планера. Поддерживают ее отец и дед. Вместе они три поколения авиамоделистов из Клина. Кто умеет собирать модели, тот умеет делать все. Самые технологические процессы практически везде одинаковые. Работа инструментом, работа оборудованием. Это уникальные вещи, которые достигаются только лишь за счет времени. И за счет, когда тебя учитель, учитель, педагог учит. Не надо ожидать от представленных на выставке моделей технического совершенства, объясняет главный в Московской области по доп. образованию Юрий Макеев. Задача педагогов и родителей – точнее и быстрее определить, к чему у ребенка лежит душа. Сейчас в Подмосковье в кружках и секциях технической направленности обучаются более 100 тысяч детей. Выставка показывает, что дети умеют придумывать и реализовывать свои идеи. Тимур Гайсин, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.